Итак, Сергей Станкевич, Сергей Борисович, вчера в Ливане в результате ударов Израила погибли более 50 человек. Скажите, что дальше? Чем грозит эскалация между Израилем и Ливаном? Есть долгосрочная угроза. Если события будут развиваться вот в этом же русле, как сейчас, к сожалению, это все грозит крупной региональной войной, в которую будут втянуты несколько государств, находящихся на Ближнем Востоке. Но если прогнозировать ближайший ход событий, я думаю, что Израиль будет воздерживаться, как, собственно, и другие участники конфликта, рядом расположенные, воздерживаться от того, чтобы переходить к крайним самым мерам. То есть они будут держать, так, знаете, температуру около 90 градусов, но до точки кипения не доводить. С тем, чтобы подождать результатов выборов в Соединенных Штатах. Нынешний руководитель Израиля Бениамин Нетаньяху в хороших, традиционно хороших отношениях находится с Дональдом Трампом. Он явно рассчитывает на то, что Трамп победит на выборах, и тогда поддержка со стороны Соединенных Штатов в адрес Израиля будет существенно увеличена. А кроме того, есть надежда, видимо, хотя она официально не объявляется, что, может быть, даже Соединенные Штаты примут непосредственное участие, ну, как минимум, в военно-морской блокаде Ирана. А может быть, и в каких-то более решительных действиях. Вот так этот очаг развивается. Еще такая тревожная деталь – это атаки против подразделений ООН. Там находится на территории Ливана, причем много лет уже находится, десятилетиями даже, контингент ООНовский, в составе которого представители и военные, и гражданские из многих стран. И вот сейчас уже пошли атаки на этот контингент, есть раненые, и здесь еще дополнительно может быть такой источник напряженности и провоцирующий подключение других стран. Иными словами, конечно, необходимо более решительное вмешательство как ООНовских стран, так, может быть, и европейских стран. Но из них только вот пока Франция как-то высказывается более-менее серьезно и строго, а остальные избегают явно каких-либо определенных заявлений и выражения претензий в адрес Израиля. Сергей Борисович, вот что говорит Гутерриш. Нападение на миротворцев ООН в Ливане можно квалифицировать как военное преступление. Что может предпринять ООН, кроме таких заявлений? ООН может предпринять, пожалуй, более решительные шаги, используя Международный уголовный суд и другие судебные инстанции, связанные так или иначе с ООН. Там уже некоторые шаги были сделаны, даже были ордера на арест выписаны. Ну, дальше, может быть, еще какие-то исполнительные меры, используя прокурорские службы, связанные с ООН. Но, кроме того, все-таки здесь должна действовать, на мой взгляд, не только ООН. Не наблюдается пока сколько-нибудь значительной помощи со стороны отдельных национальных государств. Вот сейчас выжидательную позицию заняли крупные арабские государства, в том числе те, которые некоторое время назад стремились по авраамическому соглашению сблизиться, выйти на историческое примирение с Израилем. Я имею в виду Египет и Орданию, Саудовскую Аравию в первую очередь. Вот если бы они как-то постарались здесь более решительно действовать, увязывая свой дальнейший свой какой-то возврат, может быть, к политике исторического примирения, с тем, чтобы Израиль все-таки воздержался от атак на миротворцев ООН и другие ООНовские структуры. Это было бы очень полезно. Сергей Борисович, а вот в результате удара Хазбаллы в Израиле погибли пять военнослужащих израильских. Что интересно, Израиль наблюдает российские следы нападений на свою военную базу. А это возможно? Нет, я думаю, что это скорее всего какие-то такие сознательные дезинформационные меры, которые те или иные следы специально создают, чтобы таким образом еще и Россию здесь выставить участникам событий. В России нет ни малейших причин во что-либо реально там влезать. Более чем достаточно проблем, которые, кстати, продолжают обостряться в связи с специальной военной операцией в Украине. НАТО проводит ядерные учения. Китай начал военные учения вокруг Тайвана. Созревает ядерная угроза, Сергей Борисович? Что касается ядерных учений, проводимых НАТО, это традиционные ежегодные учения. В этом нет ничего чрезвычайного, кроме содержания этих учений. Да, там используются и старые бомбардировщики Б-52, и Ф-35, которые могут нести реально крылатые ракеты с ядерными боеголовками. И они имитируют в ходе учений, вот эти вот самолеты имитируют в ходе учений нанесение бомбовых и ракетных ударов ядерных по, естественно, предполагаемому противнику, то есть по России. Ничего хорошего в этом нет, но в то же время это рутинная уже операция. Казалось бы, к таким вещам не стоит привыкать, но, увы, пришлось уже привыкнуть. Если ничего нового не появится, чего раньше не было, то вскоре эти учения забудутся. Да. Реакция Ирана на эти события. У нас нет красных линий, когда дело касается зашиты наших интересов и людей. Это говорит глава МИД Ирана. Что это может означать? Прямое нападение на Иран? Иран воздержится сейчас от каких-либо активных военных действий, и уж тем более от того, чтобы атаковать, например, суда, проходящие через Армундский пролив. А если это произойдет против Ирана? Если против Ирана. Ну, все ждут атаки Израиля, но похоже, что Соединенным Штатам каким-то образом удалось все-таки убедить Израиль воздержаться сейчас от атаки на Иран. И, по крайней мере, даже публично сказать, что ни в коем случае не будет атак на ядерные объекты, что было бы наиболее опасно. Кстати, когда говорят о ядерных объектах на территории Ирана, то, конечно, не имеют в виду атомные станции. Там в Бушере, например, серьезная атомная электростанция. Скорее всего, имеется в виду объекты, на которых расположены центрифуги для обогащения урана до реакторного уровня. Если все-таки Израиль атакует вот эти объекты, формально у него будет такой предлог, что эти самые пункты по обогащению уранового сырья могут служить источником для создания ядерного оружия. Хотя Иран пока еще сохраняет контакты с МАГАТЭ, там есть инспекции со стороны МАГАТЭ, и вроде бы все подтверждают, что все в порядке. Важно сейчас, чтобы все-таки вот по ядерным объектам ударов не наносилось, потому что у Ирана есть возможность использовать тот уже накопленный ранее уран, который находится в его распоряжении. И в принципе, если бы он сильно захотел, то, конечно, в довольно короткий срок он может получить достаточно оружейного плутония для создания ядерного оружия. Правда, для реального создания ракет с ядерной боеголовкой необходимы, кроме вот этого взрывчатого вещества, еще и целый ряд других критических элементов, которых у Ирана нет. И вот здесь становится вопрос о том, как дальше поведет себя Россия. Не думаю, что Россия здесь будет способствовать тому, чтобы Иран стал обладателем ядерного оружия. Россия соблюдает известные ограничения о нераспространении ядерного оружия и нераспространении ракетных технологий. И до сих пор не было никаких признаков того, что Россия отступает от этих ограничений. Сергей Борисович, вот, кстати, сегодня в Тегеране встретились вице-премьер Азербайджана и президент Ирана. Вам интересно, как поведет себя Баку при нападении на Иран, если такое случится? Я не готов здесь что-либо прогнозировать, но у Азербайджана традиционно неплохие отношения с Ираном. Были, конечно, исторически определенные у них напряжения и трения, но они все, по-моему, остались прошлым. Вот в последние годы ничего подобного не наблюдалось. И, конечно, Азербайджан никак не одобрит какие-либо активные действия против Ирана. В чем именно это неодобрение выразится, я не возьмусь прогнозировать. Даже если это захочет Израиль? Я думаю, что здесь для Азербайджана, даже не думаю, я уверен практически, что для Азербайджана гораздо важнее будет согласовать здесь реакцию, скорее, с Турцией. А отношение Турции к Израилю, к тому, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, ну, всем хорошо известно. Ну, нам известно и отношение Баку с Телавивом. Что здесь перевесит, это интересно. Но Турция все-таки стратегический союзник, более того, там уже и речь идет даже чуть ли не о том, что это один народ и два государства. Я думаю, турецкий фактор перевесит.